МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу Дойчевеля ДВ Новости. Здравствуйте! Наши главные темы сегодня. Выборы в Донбассе. Можно ли гарантировать то, что тебе не подвластно? Нападение на журналистов и правозащитников в Ингушетии. Хулиганство или запугивание? Выхлопной скандал. Куда уехал фаэтон Фольксвагена и ушел глава концернов США? Совет Европы в четверг продлил на полгода действия черного списка, введенного против отдельных лиц из России и самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Санкции касаются почти 150 физических и 40 юридических лиц. Введены они были из-за украинского конфликта. Если в отношении Москвы Запад продлевает санкции, то от Киева все настойчивее требует провести выборы на востоке Украины. Ведь это одно из ключевых условий Минских соглашений. Неясно только, как Киев должен гарантировать проведение голосования на территории ему неподконтрольной. Проведение местных выборов на неподконтрольной украине территории в нынешней ситуации не способствует решению конфликта. Это лишь легализирует власть так называемых ДНР и ЛНР, считают, в Киеве и проводит параллель с Чечнёй. После этих выборов мы получим 40-тысячную народную милицию, вооружённую пятью сотнями танков, тысячи единиц артиллерии. После этого мы получим так называемый контроль над украинско-российской границей, которую будут контролировать те же боевики. И в конце концов мы получим такой чеченский вариант ЛНР-ДНР, когда Украина за всё это будет вынуждена платить и не будет иметь никакого рычага влияния. По словам Мельника, Запад, который требует от Киева провести выборы как можно скорее, демонстрирует близорукий подход. Он продиктован, считает эксперт, желанием отчитаться перед избирателями и бизнесом о том, что конфликт улажен. На фоне кризиса беженцев в ЕС и предстоящих выборов в самой Европе проблемы Украины всё больше уходят в тень. При этом западные эксперты говорят, провести выборы на востоке Украины для галочки – не выход из ситуации. «Очень сложно сказать, могут ли там вообще пройти выборы. Если послушать, что заявляют сепаратисты, то это скорее маловероятно. Они не хотят допускать никакие украинские партии. По их мнению, туда не должны приезжать наблюдатели ОБСЕ. Я считаю, что очень сложно при этих условиях провести действительно свободные и честные выборы, которые ещё и будут признаны в мире». Алексей Макеев – участник недавней встречи Нормандской четвёрки в Париже. По его словам, путь к легитимному Донбассу обеспечит лишь создание условий для выборов. «Проведение выборов в Донбассе является завершающей стадией всего Минского процесса. Но для этого нужно выполнить предпосылки. Во-первых, остановить огонь и предоставить доступ ОБСЕ ко всей территории». Лишь в такой последовательности возможен реальный результат, считают в том числе и западные эксперты. Проведение выборов на востоке Украины под дулами автоматов только усугубит кризис. В четверг в Москве у здания администрации президента прошли одиночные пикеты в защиту журналистов, избитых накануне в Ингушетии. В акции приняли участие коллеги пострадавших журналистов и активисты организации «Открытая Россия». Кремль назвал нападение в Ингушетии, квалифицированное как хулиганство, возмутительным. В среду вечером на машину свободной мобильной группы комитета по предотвращению пыток на пути из Ингушетии в Грозной напали неизвестные. Около десятка людей в масках избили журналистов и правозащитников, всего 8 человек, и подожгли их микроавтобус. Среди пострадавших корреспонденты медиазоны «Нью Таймс», норвежской «Найтайт», шведского радио и представители комитета по предотвращению пыток. Нам удалось связаться с журналисткой «Нью Таймс» Александриной Елагиной, которая находилась в автомобиле. Вот что она рассказала о нападении. Три машины блокировали очень резко наш автобус, становились и сразу же начали выбирать стекло. У них были длинные палки, которыми они начали все бить. И я, как и другие мои коллеги, сразу упали на пол, закрыли голову руками. Люди, нападавших было много, человек 15, еще и били палками людей, которые не успели применить. Когда схватили меня, они с первым делом сняли себе сумку, долго искали мой телефон. Потом выверялись на улицу, сбросили в кюбет такой длинный ров и положили на землю. Но вы видели фотографии Эстена, он весь в винтах. У ребят синяки, большие гематомы. Сразу после сообщений об этом нападении стало известно, что еще одна группа вооруженных людей напала на штаб-квартиру сводной мобильной группы комитета по предотвращению пыток в Ингушском Карабулаке. Кадры, которые вы сейчас видите, были сделаны камерами видеонаблюдения, установленными в офисе комитета. Это далеко не первое нападение на сотрудников организации. В прошлом году в ее офисе в Грозном неизвестные дважды устраивали погромы. Участников тех погромов до сих пор не нашли. И к другой теме. Новый виток выхлопного скандала в Фольксвагене. Руководитель американской дочки концерна ушел в отставку, а до этого Минюз США начал новые расследования в отношении Фольксвагена, подозревая его в банковском мошенничестве и нарушениях налогового законодательства. Но это только часть проблем, с которыми производителю народного автомобиля пришлось столкнуться. Началось все в сентябре прошлого года, когда специалисты Американского агентства по защите окружающей среды заявили, что на автомобилях Фольксваген с дизельными двигателями установлено программное обеспечение, позволяющее обойти экологические стандарты. Фальсификации коснулись миллионов автомобилей во всем мире и стали причиной масштабных проблем в концерне. Судебные разбирательства. В начале этого года Министерство юстиции США подало гражданский иск против концерна, так как подозревает его в нарушении американского закона о чистоте воздуха. Фольксвагену грозят штрафы на сумму до 45 миллиардов долларов. Расширение претензий. На днях стало известно о новых расследованиях Министерства юстиции США. Оно выясняет, нанесен ли ущерб кредиторам при финансировании автоконцерна, а также нужно ли налагать на Фольксваген штраф за налоговые льготы, которые тот получил за якобы низкий уровень вредных выбросов. Подобные иски рассматриваются и за пределами США, во Франции и Индии. Сообщается, что и в самой Германии несколько банков и других финансовых институтов намерены подать иск на Фольксваген из-за ущерба, нанесенного инвесторам. Ситуацию усугубляет тот факт, что у концерна до сих пор нет технического решения проблемы. Поменять злополучный софт Фольксваген, конечно, в состоянии, но сделать более экологичными двигатели, которыми оснащены уже проданные автомобили, пока не может. Автомобили с дизельными двигателями, которые немецкий автопром всегда позиционировал как передовую технологию, на американском рынке стало продать практически невозможно. Теперь на одном из важнейших авторынков немецкие автопроизводители вынуждены догонять японских производителей, давно сделавших ставку на гибридные технологии. Выхлопной скандал негативно отразился на продажах на американском рынке и не дизельных моделей Фольксвагена. В то время как в США другие производители добились за последние месяцы существенного роста продаж, продажи немецкого автоконцерна остаются на прежнем уровне, а то и сокращаются. Кроме того, за пределами американского рынка пострадали принадлежащие концерны бренды, такие как Audi, Skoda и Seat. А американское экологическое ведомство стало пристально присматриваться к дизельным автомобилям и других немецких производителей, в частности к Мерседесам. Как отмечают аналитики, скандал повлиял на бренд Made in Germany и привел к имиджевым потерям для всего немецкого автопрома. В четверг рубль несколько улучшил свои позиции по отношению к евро. Это произошло после того, как Европейский Центробанк неожиданно понизил свою базовую процентную ставку до 0%. Подробнее о решении ЕЦБ и других событиях в обзоре новостей. Решение Европейского Центробанка стало главным экономическим событием четверга. Прежняя базовая ставка по кредитам держалась на уровне 0,05% с сентября 2014 года. Теперь ставка понижена до нуля. Таким образом, действия регулятора стали новой мерой по стимулированию экономики региона. Украинская летчица Надежда Савченко в четверг прекратила сухую голодовку. Ранее Петр Порошенко впервые заявил, что готов обменять Савченко. Глава европейской дипломатии Федерико Маггерини призвала Россию немедленно освободить летчицу по гуманитарным соображениям. В Брюсселе принято решение продлить санкции против окружения президента Владимира Путина. Штрафные меры, действия которых должно было истечь 15 марта, останутся в силе до середины сентября 2016 года. Вена выступила за долговременное закрытие балканского маршрута. Независимо от планов Еврокомиссии, как можно скорее вернуться к нормам Шенгенского соглашения, Австрия планирует и дальше контролировать свои границы. По крайней мере, до тех пор, пока не будет гарантирована защита внешних рубежей ЕС. Всемирное антидопинговое агентство ВАДА будет добиваться жесткого наказания Танисиске Марии Шараповой. Об этом заявила британская газета «Таймс». Сообщается, что агентство намерено обратиться в спортивный арбитражный суд, если посчитает решение, принятое в результате расследования дела Танисиске, слишком мягким. Соцсеть Facebook купила белорусскую компанию Masquerade Technologies, которая разработала популярное приложение для наложения масок на лицо MSQRD. Появилась программа в декабре прошлого года. К концу февраля ее скачали порядка 10 миллионов человек. Наибольшую известность она получила после появления маски Леонардо Ди Каприо. Я тоже поэкспериментирую и выберу, ну, например, маску диска. Вот так теперь выглядит Маргарита Кальц. Среди масок «Железный человек», «Барак Обама», «Гарри Поттер» и другие. О развитии событий ДВ Новости расскажут завтра, в том числе и на каналах наших партнеров. Всего вам самого доброго и оставайтесь с нами.